Будет очень весело. Я постараюсь сейчас без микрофона говорить, так что если будет не слышат, то поговорите, я буду говорить чуть громче. В общем, да. В смысле того, что я хочу сейчас в режиме текущего времени, как сказать, показать, как изменился подход к созданию web-приложений с выходом фреймворка под названием React. Я надеюсь, что многие из вас слышали все, что такое React, работали с ним, и вполне не представляют себе, что он изменил в построении пользовательских интерфейсов, как он упростил всем разработчикам построение пользовательских интерфейсов, и как React позволяет Python-программистам сосредоточиться непосредственно в бэк-энде и принимать и выполнять фронт-энд таски без предыдущего жжения, когда вам раньше давали таск, например, что мне нужно что-то править во фронт-энде, и у вас начиналось жжение, потому что мы не хотели этого делать, мы не хотели разбираться с модельной событийной структурой бэк-бона, мы не хотели копаться в Angular, мы не хотели понимать сложности всех jQuery UI-плагинов. React, на самом деле, не решает всех проблем, он решает главную проблему, он дает простой и практически правильный только в одном направлении инструмент для построения пользовательского интерфейса. Как видно с сайта, React – это просто библиотека для построения пользовательского интерфейса. Вы спросите, что такое, чем это лучше, чем было раньше? Чем это лучше, чем было раньше? React очень быстрый, он не использует DOM, который есть у браузера. Все изменения React происходят через виртуальный дом. То есть виртуальный дом-машина у него, из-за этого изменения всего React происходит реактивно. То есть, ну, очень быстро, хоть и автология, так она и происходит. И самое главное, что у React есть одна единственная возможная парадигма получения данных для своих компонентов. То есть здесь будет видно, что one-way data flow. Когда данные, они приходят сверху и идут вниз. Сейчас я постараюсь это все в режиме Live показать. На самом деле, я так и не определился с темой проекта, поэтому я, наверное, буду делать ту-духу. Ну, я не знаю, буду делать что-то, а потом что-то, может, и сделаю. На самом деле, то есть, все, конечно, хорошо, но так как мы все-таки на Python, да, мы все-таки делать, разрабатываем для Python, да, то начнем мы все-таки все с makefile, с requirements для backend. А потом уже перейдем на frontend. Сейчас мне нужно пару минут, как я повторяю, это компьютер демой. То есть мне нужно пару минут на быстрое делать тело движения. Я повстанавливаю все, с чем я могу использовать. И мы, собственно, начнем. Дмитрий, а можно еще Zoom сделать? Да, конечно, сейчас меньше разрешения. Еще не видно, а Zoom как делается здесь вот эта рука? Пума, все пальцы. Это рот, два пальца. Вреут? Хахахахахахаха. Нет, два пальца не работает. Враут. Продолжение следует... Давайте я буду просто... Зазумим сам его фон. Продолжение следует... Ну, в самом деле, есть лучшие механизмы для создания проектов с нуля. Это cookie cutter, boiler plate и прочее прочее прочее. Конечно, я предпочитаю старый проверенный touch. И поэтому, собственно, каждый проект, независимо от того, насколько он свой и open-source, начинается с простой команды, да, touch, то есть makefile, readme, requirements и requirements. Простая база проектов... На самом деле, я хотел показать свой подход к разработке, то есть у меня все начинается с makefile. То есть есть очень много заменных файлов, и многие питон-программисты используют много всего для того, чтобы описать то, что может сделать makefile. Но, то есть я использую makefile, то есть все очень просто. В makefile, значит, нужно поднять проект, пускай это будет заниматься bootstrap, нужно почистить проект, так как это треки питон, то нужно найти директории с кэшем, да, и их удалить. Вот. И что там еще нужно? Ну, можно и screen написать, то есть на будущее. И, конечно, самое главное, то есть у нас есть zel для sega, то есть здесь будет выполняться, да, здесь будет выполняться, там, уникорн, здесь будет стартовать, и zel для сборки статики. То есть, ну, здесь будет выполняться выбор, я скажу, что-то, то есть это кремно, то есть makefile, вы можете не использовать makefile, да, вы можете использовать ломер чего-другого, но лучше не надо. Хорошо, следующее, то есть стандартно назовем project-to-do и project-to-do, и создадим директорию makefile.to-do, да, то есть сделаем быстрый backend, то есть в качестве backend я буду просто покажу, как использовать новый фреймверк от Андрея Сыковлова, а ее tpb. Вот, это будет не fast, это будет не janga, то есть все, мы... А, Вова, какой у тебя здесь питон? Третья есть. Третья есть. А tpn есть у вас? tpn, стопроволь, должно быть. Я сейчас установлю, вот я сразу покажу, как можно много разных питонов держать. То есть здесь у нас сейчас текущий питон 2.7.8, но мы установим... Есть питон 3, в принципе. Вот, мы установим 3.4.3 питон, вот, и... То есть я продолжаю, да, то есть я покажу быстренько этот... Наш пакет, он будет работать на if.tp, да, то есть мы на самом деле делаем все таки во всех фреймверах, то есть if.tp не сделал ничего нового. Но он сделал, опять же, ну, если React, да, он узаконил, да, использование, как правильно передавать данные от сервера компонентов, то и if.tp без магии узаконил построение веб-приложений. То есть мы делаем все стандартно, да, то есть мы делаем... Делаем у нас есть питон, в котором можно не писать, мы делаем приложение в юхе. То есть приложение на if.tp, оно очень-очень простое, да, то есть мы просто импортируем импорт веб, и можем уже здесь создавать веб-аппликейшн, и, там, добавлять уже ROW. То есть видите, то есть ничего не изменилось, то есть все стандартно, да, то есть если вы работали, например, с тем самым фласком, да, то есть у вас считать все то же самое, что было на фласке. Конечно, работали с джанкой, тут чуть другая модель добавления урлов, но в целом все очень просто. То есть мы говорим, что по этому уре у нас будет выполняться индекс вьюха. Вьюхи мы импортируем. Вьюхи импортируем во вьюхах, пишем вьюх. Вот так как IORH.ptp использует async.io, ясное дело, что все начинается с корутин. То есть каждая вьюха должна быть корутиной. Поэтому мы создаем простую корутину. То есть тут сейчас сразу не будет у нас никакой синхронности. То есть мы просто, как называется, начинаем, да, получаем request и делаем response. Можно здесь прям делать текст, вернуть. Да, то есть все стандартно. Ну и, конечно, надо проимпортировать импорт вверх. То есть все стандартно. У нас есть вьюха, есть вьюха. Надо бы это все дело уже запустить. Вот, слава богу, у нас установился бетон. Мы делаем этот бетон локальным. И начинаем устанавливать наши requirements. То есть для requirements нужен Unicorn. Я использую Unicorn для включения всех сервисов. Некоторые люди используют uvr.jr или прочее. То есть там тоже есть поддержка async.io. То есть ничего такого там не происходит. Устанавливаем зависимости. Устанавливаем зависимости. Устанавливаем сразу свежую версию фустратора. Устанавливаем снизу ветер. Да. Там тоже мы этим будем работать. Ага, у меня пьян, значит, теперь я не прописал, да? Да, да. Сейчас мы споминем, так что упачайте. До пьести борт. Ага, у меня пьян, да? Да, это специальные штуки, да, и вот он еще не работает. Короче, смысл, да, смысл, конечно. Спасибо вам, про паузы. А вот компьютер с третью бетоном. Нет, я пощаюсь, не знаю, как нужно. Да, да. Минус влево, влево, влево. Ну, это значит, становится сложной, да? Без третьего бетона, конечно, запустить, без третий бетон это сложно, но сейчас мы что-то сделаем. Ладно. Бова на сетке извинит. А, и потом три уже. А, и потом три уже. А, и потом три уже. А, и потом три. Вот что это за счет? Вот так вот люди потом и... Хорошо. Виртуал А-а-а, я же ее создаю Нет, нет Мое нет Конечно, есть только Python 3M 2M 2M Это очень интересно 2M Знаете, как это? Много нового мы узнали про Маквозь Но не мы ее на кадре Когда появилась новая независимость chat.net Мы ее, конечно, не перейдем Держим Длинем И запускаем Моникорн Все просто Моникорн Лецепт КОНЕЦ Уделяем Моникорн Да КОНЕЦ УRE КОНЕЦ Запускаем сервер и, опять же, на медиурных картинках получаем HelloWall, надеюсь. HelloWall получили. То есть у нас какой-то пакет начинает битьнеться, но не так быстро, как хотелось бы. Понятное дело, что HelloWall сытом не будешь и хотелось бы сюда прикрутить какой-то шашаблончик. Для этого у нас есть iFTP Jinja. То есть в iFTP есть поддержка при помощи отдельных пакетов Jinja-шаблонов и Maka-шаблонов. То есть по большому счету поддержка одного мира программистов Python, которые используют Jinja-шаблоны, и второго мира программистов, которые используют Maka-шаблоны. То есть, на самом деле, практически больше шаблонизаторов уже как бы таких widely used нет. И мы, опять же, устанавливаем сюда iFTP Jinja. Установим. 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 Ну и там Jinja-шаблон с Maka-sync. Установим, что сейчас будет. Установим. Установим, чтобы не было. Установим еще один тип шаблон! Установим, чтобы не было такого. То есть, если вы еще быстро используете первый пик, то у меня же у вас плохие новости. Это очень-очень старо. Я уже писал и скажу здесь отдельно. Вот видите, все загрузки, которые идут сверху. То есть, при установке пакета, который раньше уже был установлен в каком-то другом виртуальном окружении, он будет автоматически установлен из кэша. Раньше это достигалось по помощи download cache настройки флага. Сейчас это делается по дефолту и делается правильным образом. Потому что PIP понимает изменения. То есть, он работает, PIP сейчас работает как браузер. То есть, у вас здесь 6 PIP решает проблему кеширования пакета. Так что не забудьте установить 6 PIP. И мы включаем лжив, что зарендерим какой-то шаблончик. И для того, чтобы за... И для того, чтобы за... Здесь есть шаблончик. Так, это, Л calд. Какие. то есть можно его засыпать то есть можно его засыпать вот, вот, вот у нас одна трубкое уважение то есть поставим ну то есть видите, то что тут предлагается вам подход то есть тут предлагается его подход можно использовать Такой, ребята, на которую мы все понимаем, будет автоматически оборачивать большую функцию коротки, ну, либо можно использовать более открытый подход для отдельных шаблонов. Но мы используем более простую шаблону, потому что нам нужно спать, если шаблон еще не надо? Да, ближний. Так. Это wait. Да, да, wait. Это, это, это стационарный функционер. Это key file написано, чтобы мы использовали в первом месте. Так, и, собственно, в index.html можно опять программ написать. Так как? Так, так так? Пришло. Пришло. Учис at С spine VOK — вот… В изм– Ватив pass. Танцы. И, в again… Субтитры создавал DimaTorzok 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 Адель очень просто Надо сделать быстренько шаблон Нет, начинается знакомство с реактом Хой Начинается знакомство с реактом Раньше как использовали статические файлы Они их предпочитали бендерить в своих приложениях. То есть что у нас, да, у нас ни в одном не двух проектах у нас бывала куча версий jQuery в проекте, у нас была куча версий, да, я не знаю, любого фреймворка. То есть потом программисты не хотели использовать то, что уже за них сделали. Они не хотели использовать ни NPM, ни Bower. Вот, и это плохо. Надо использовать либо то, либо другое. То есть в текущем проекте я буду использовать NPM. То есть кто хочет использовать Bower, пускай использует Bower. То есть что происходит? То есть мы установим React, React роутер. Нам нужен будет bootstrap для нашего маленького шаблона. Нам нужен будет jQuery. Ясное дело без underscore мало что получается. И вот этот маленький набор вещей, которые привыкли бендерить в ваш код, устанавливаете через NPM. То есть надеюсь слово NPM обработает. Да, и вот сейчас NPM установит это все и сохранит версии библиотек в файл, который называется package.json. Видите, да, установил center.jQuery, bootstrap, React роутер и React. То есть мы можем использовать каждую из этих библиотек в нашем JS коде. То есть что мы делаем? Сейчас мы создаем базовый шаблон. То есть мы уже slow-off делаем маленькую заготовку для нашего туду листа. Используем базовый шаблон bootstrap. В использовании bootstrap я не вижу ничего плохого. Особенно, когда есть bootstrap. Если я еще не знал, я думаю, все знали, но bootstrap это дополнительная тема для bootstrap, которая... Наверное, на такие часа. Это бесплатная тема для bootstrap, которая забыстро... Ваше приложение будет выглядеть оригинально и вы будете использовать тот же самый bootstrap. Ну, то есть оригинальный будет, можете посмотреть. Bootstrap, ясное дело, у нас будет раздаваться на статике. Вот, это мы и оставляем. И вот здесь, видите, хитрый момент. То есть нам предлагают использовать jQuery, использовать bootstrap шуб. Ну, то есть использовать код, который не бандленный, но мы этого делать не будем. Мы это просто берем все и удаляем. Но нам не нужно. Окей. Сохранили. Index.ml. Удавили. Что мы видим, у нас есть в стиле. Мы сейчас быстренько добыграем нашу поддержку статике. Это реально нужно. То есть все... Смотрите, как бы... IOHTP-веб... Ну, это ничего нового. Это... Вы перейдете... Ну, то есть... Я переводил свой маленький проект с флазом на IOHTP-веб. Я перевел его буквально за один день. То есть, ну... Нет никаких новых идей. То есть, ну, это не придумано. Это не придумано. Новый голосвет. Это просто... Унификация, санартизация и... Не знаю, как это правильно сказать. Упремизация. Мозвов и использования. То есть, мы говорим, что у нас здесь будет... Как храниться статика. Создаем кнопку со статикой. Вот. Поставим ссылку на наш кодстрап. Да. Что это? Что? Вот что мы сейчас ставим? Я объясню, что на самом деле это можно не делать. Вебпак помогает и баттвить не css, но старый подход с рендованием. Вебпак помогает. А кто знает синдексис команды lm, что у меня уже... l-s? Тебе полный путь. Да. Мне не нужно полный путь. Так как файлы лежат в фиксации, мне не нужен полный путь, мне нужно набросать. Привитивный путь. Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Смысл в том, что... Мы все-таки перейдем в React, наконец-то, я надеюсь. Для того, чтобы создать самое простое React-приложение, что нам нужно сделать? Нам нужно создать любой контейнер. Продолжение следует... Для того, чтобы красиво этот контейнер показывался, мы можем написать text-loading. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть по большому, то есть вот и все, что нам нужно. Наконец-то... Наконец-то... Все, что нам нужно сейчас, это... Собственно, получить этот вот вид... Bundle... С нашим приложением, которое будет лежать... Вот в этом ACG. Нам нужен Backpack. То есть, что такое Backpack? Backpack... Этот инструмент, который мне нравится... Андрей по помощи еще? Который, наверное, предлагает использовать кое-что кроме него. Но на самом деле, Backpack это инструмент, который позволяет... Панклить, вот как вы видите, вот все. Он позволяет собирать все виды статических файлов. И выдавать на выходе статические асты. То есть он... Если вы помните, раньше у нас... Django-компрессор, WebAssets для Flask и все прочее. На самом деле, это можно переложить все на сторону веб-бака. И веб-бак этим будет заниматься за вас. То есть, что мы делаем? Мы делаем быстрый Webpack-конфиг. Задимать? Который, конечно, я сделал на компьютере. Которого нет здесь. Я очень рад. Поповича не нравится. Веб-бак? А что вообще нравится Попович? Поповича нравится в реакции. Также нравится Поповича? А пока, по-моему, Поповича нравится, и Реакция. Хорошая собрагнитка. То есть для тех с вас, кто не особо знаком с JavaScript, я быстренько постараюсь объяснить, что здесь происходит. Здесь происходит попытка загрузки Node.js модулей в старом синтаксисе до ECMAScript 6. То есть мы сейчас придем как JavaScript 6. И поймем, чем это лучше. Конечно, придем. Потому что делать не особо прикольно. У нас файлы будут лежать . Сейчас я воспользуюсь подсказкой соцзала. Используюсь подсказкой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И создавать отдельные бандлы для вашего кода и для мендерного кода. Наши JavaScript модули захотят заимпортить, они будут загружены с отдельного JavaScript файла. Мы уже практически готовы. Все, что нам осталось сделать, это установить Webpack, установить PayPal и мы шоковали. Продолжение следует... Продолжение следует... Цель для сборки. Собственно. Пока. Поехали. 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 Тихо. Не так все плохо. Поехали. Поехали, с сожалению. Да, да, да. В этот момент я понимаю, что лучше бы сделать слайды. Это было бы более... Милость. Не, не потому что получится, но не получилось. Вот. В то время можно уже начинать собирать статик, но... Парк собрал. Но файл не может быть, и мы с ним не можем не согласиться, потому что файла на самом деле нет. Но файла на самом деле нет. Мы сейчас создадим... Ну наконец-то завет. В реакции, реакции, какие-то даруси. В этом же дом в прошлом месте. Руси... Руси... Благослови... Благослови... Благослови. 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 Я сразу с хода хотел остановиться на ES6. Рассказать, что нового принес ES6 в люди. На обсуждение чуть не хватает уже времени. Так что я хоть и хоть запросы сделаю. Я просто натушу код, а вы скажете, понятен вам или непонятен. Все это ради этого. Все было, да. Как правильно вы говорите, все было ради этого. Ага. Ага. Продолжение следует... 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 Появились... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...